Уважаемые коллеги, доброе утро, рада вас приветствовать. Итак, продолжаем свою работу. Говоря о достижениях, касающихся лекарственной терапии меланомы, я обращаю вас к этому слайду. Посмотрите, здесь спроецированы все клинические исследования, все возможные комбинации, которые в настоящее время используются для лечения метастатической меланомы. И посмотрите, выживаемость пациентов достаточно большая. Вывод какой? Больные стали жить. И те больные, у которых выживаемость пациентов была в течение первого года, одного года 30%, на сегодняшний день трехлетняя выживаемость перешагнула за 50%. И, конечно, приоритетным остается на сегодняшний день комбинация эпилюмаба с неболумабом. Открылись новые горизонты. Однозначно, и достижения есть. Говорить эволюция или революция, но, наверное, только то, что касается меланомы, все-таки произошли революционные изменения. Потому что появились препараты, с помощью которых мы достигаем таких результатов. И чтобы не... Если говорить в целом про все достижения, которые произошли, наверное, тут одной лекцией в 20 минут не обойдешься. Поэтому я решила остановиться на тех основных моментах, которые произошли за последний год. То, что было освещено на последнем заседании АСКО и ЭСМО. Итак, первое, то, что касается одевантной терапии, это одевантная терапия с применением БРАВ и МЕК-ингибиторов. Я не буду очень подробно останавливаться на этом вопросе, потому что у нас будет отдельная сессия посвящена этому. Поэтому просто обращу к основным данным. Итак, исследование, которое было проведено, сравнивало популяцию пациентов, которые получали комбинированную терапию, и таргетную терапию БРАВ и МЕК-ингибиторов, естественно, пациенты с БРАВ-позитивные, третьей стадии, третьей Б и третьей С стадии, и пациенты, которые не получали лечение. Лечение длилось год. Какие данные мы на сегодняшний день имеем? Озвучены данные четырехлетней выживаемости. Четырехлетней выживаемости. Посмотрите, пациенты, которые получали лечение, у них четырехлетняя выживаемость выше на 17%. На 18% по сравнению с теми пациентами, которые лечение не получали в течение года. И хочу обратить внимание, здесь есть некоторые моменты, когда в течение, после первого года идет, больные же получают лечение в течение одного года, и после прекращения лечения идет спад кривой, видите? И поэтому возникает несколько вопросов, на которые мы потом с вами остановимся. На сегодняшний день медиана наблюдения за этими пациентами составило почти четыре года. Результаты достаточно уже большие, глубокие. На сегодняшний день комбинация доброфениб с траметинибом показывает, что это расширяет возможности для одевантной терапии, прав позитивных пациентов, меланомы третьей стадии. И данное показание стало уже включено в рекомендации, наши российские рекомендации, рекомендации «Русска». Но возникает вопрос, мы ориентируемся на стадию заболевания, ориентируемся на изменения в лимфатических узлах, а есть ли какие-то еще предиктивные маркеры? Сегодня об этом еще будут говорить, и с излением опыли идут дальше. Все-таки нам нужно, учитывая, что лечение достаточно серьезное, дорогостоящее, экономически должно быть обосновано, есть какие-то предиктивные маркеры? И в этом направлении тоже идут исследования, посмотрите, например, мутационная нагрузка или гены, которые ответственны за выбросы токинов. И здесь тоже есть зависимость определенная. Это будущее, конечно, но в этом направлении, конечно, исследования достаточно интересны. Что еще в одевантной терапии на сегодняшний день мы имеем? Это неволумап, вы уже знаете, это показания, которые зарегистрированы в Российской Федерации. На сегодняшний день это также новый оптимальный стандарт одевантной терапии для пациентов третьей стадии вне зависимости от наличия мутации ПИРАФ. И на сегодняшний день еще показания есть не зарегистрированы в Российской Федерации, это использование пембролизумаба, антипедиадин моноклонального антитела, которое тоже показало себя, что достаточно эффективно у тех пациентов, которые получали пембролизумаб, по сравнению с теми пациентами, которые не получали. Видите, кривые достаточно расходятся. Лечение также в течение одного года. Следующая какая интересная опция – это неодевантная терапия ингибиторами контрольных точек у пациентов с ранними стадиями. Что здесь в этом направлении прошло? Клинические исследования, опубликованные уже результаты этого исследования, неодевантная терапия, у пациентов третьей стадии заболевания, которые получали в течение 12 недель в сочетании и пемболизумаба, и ниволумаба, и потом подвергались оперативному лечению. Какие результаты добились? Посмотрите. Патоморфологический регресс у пациентов более чем в 60 процентов. 80, 77, 65 процентов. У пациентов есть комплект-респонс около 50 процентов. То есть ответ, конечно, есть. Это новая опция, вполне возможно будет. И посмотрите, те пациенты, у которых достигнут ответ, полный патоморфологический ответ, они живут долго без рецидива заболевания, и, возможно, мы их таким способом вылечим. Итак, метастатическая меланома. Что нового здесь произошло? Вы знаете, что у нас в Российской Федерации комбинация неволумаба с эпилюмабом зарегистрирована и считается опцией лечения для болезн с метастатической меланомой. На сегодняшний день есть данные уже о 4-летней выживаемости, общей выживаемости пациентов. Про это исследование, наверное, многие уже слышали. Оно достаточно эффективно. Конечно, если мы будем сравнивать с монотерапией, обратите внимание, результаты, которые свидетельствуют о безрецидивной выживаемости, об общей выживаемости, конечно, они намного выше по сравнению с монотерапией. И на сегодняшний день, я вам сказала, что есть данные о 4-летней выживаемости. Посмотреть, 4-летняя выживаемость около 40% безрецидивной выживаемости, извините, и общая выживаемость 53% у пациентов, которые получают комбинированное лечение. Конечно, приоритеты абсолютно есть. И встает вопрос тоже, нам нужно отбирать пациентов, которые ответят на данную терапию. Что еще нового произошло в иммунотерапии метастатической меланомы? Подвелись итоги некоторых исследований, в частности, использование пембролизумаба, и уже результаты тоже, посмотрите, выживаемости, пятилетней выживаемости. 34% пациентов, которые в общей популяции, и 40% пятилетняя выживаемость составляет у пациентов, которые не лечены, и которые пембролизумаб получали в первой линии. То же самое, другое исследование показало четырехлетнюю выживаемость, общую выживаемость. И на что я хочу обратить внимание, что частота объективного ответа по сравнению, например, с пембролизумабом, первым препаратом о наклонении об этом телом, который был зарегистрирован и в мире, и в Российской Федерации, оно в 2,5 раза выше. Так же, как и 4-летняя выживаемость у пембролизумаба выше, чем у пембролизумаба. Режимы дозирования. Я не знаю, кто-то использовал уже в зале, например, комбинацию пемболизумаба и неволумаба. Поднимите руку. Есть. Так вот, вы помните, что там те, кто еще не использовал, еще будете смотреть. Дозирование может быть разное. Может быть, и пембролизумаб используется в дозе 1 мг, может быть, 3 мг. То же самое касается неволумаба. А какой режим лучше выбирать? На сегодняшний день на ЭСМА представили результаты, исследования, которые сравнили эти два результаты. Ну и посмотрите, что получается. Во-первых, первая цель была сравнить безопасность. Что более безопасно? Какой режим более безопасен? Так вот, посмотрите, более, меньше нежелательных явлений было в группе пациентов, которые получали эпилюмаб в дозе 1 мг. по сравнению с теми, кто получал 3 мг. Причем здесь разница достаточно существенная. Посмотрите, если общему посмотрим, общее нежелательное явление, то практически у всех пациентов все-таки вот если вдруг говорят, какой-то доктор говорит, у меня больной получает без осложнений лечения, следует, наверное, не поверить. Практически у всех осложнений какие-то есть. То, что касается третьей степени осложнений, конечно, они где-то у третьих пациентов, а вот при комбинации до 60% доходит. А вот здесь посмотрите, особенно много, больше осложнений третьей-четвертой степени в той группе пациентов, которые получали дозу эпилюмаба 3 мг. на килограмм веса. И прекращение лечения у третьих пациентов было в связи с токсичностью тоже также в этой группе ружки. В этой группе. И то, что касается эффективности. А что эффективнее-то? Один режим или второй. И на сегодняшний день есть некоторое расхождение двух режимов иммунотерапии, но однако эта разница статистически незначима. Поэтому на сегодняшний день такой режим остается допустимым, но мы выбираем менее токсичное лечение. Далее. Мы идем дальше. Мы хотим еще повысить эффективность лечения, комбинировать чекпоинт-ингибиторы, и вместе с таргетной терапией. Наверное, я думаю, что присутствующие на сегодняшнем заседании уже участвовали или участвуют в клинических исследованиях и видели этих пациентов. Ну, например, опять же, на ЭСМА были продемонстрированы результаты исследований КИНО-022, когда используется фембролизумаб вместе с заброфенибом и термитинибом. Дизайн достаточно простой. Одна группа пациентов получает лечение комбинированное, а другое получает плацебо плюс таргетную терапию. Ну, и что получается? Первое, на что нужно обратить внимание, это общий ответ. Общий ответ на лечение, но здесь даже парадоксально вышло, что не в комбинированной группе получилась больше эффективность. Но длительность ответа, посмотрите вот внизу, вот здесь, длительность ответа всё-таки в группе, которая получала и чекпоинт ингибитором, пембролизумаб, и доброфениб, стромитенибом, вышла выше. Что касается безрецидивной выживаемости и общей выживаемости, ну, казалось бы, кривые несколько расходятся, но эти значения статистически недостоверны. Поэтому, а если мы посмотрим на токсичность, то посмотрите, в той группе, в которой получали комбинированное лечение, прекращали лечение в 40% по сравнению с 20% в группе, которые получали только таргетную терапию. И то же самое касается негативных явлений третьей-четвёртой степени. В группе пациентов, которые получали комбинированное лечение, у них токсичность третьей-четвёртой степени была выше. И редкие локализации. Также на ЭСМУ было посвящено. У нас есть локализация, вы знаете, увиальная меланома. Ей посвящается, может быть, не столько много исследований. Больных этих на самом деле не так и много. Вот одно из исследований было продемонстрировано. Всего 52 пациента. Эти пациенты получали также сочетанную иммунотерапию неволумаб с эпилемумабом. Что получили? К сожалению, объективный ответ всего 11%. По сравнению, конечно, с теми достижениями, которые мы видим при лечении меланомы кожи, результаты, конечно, невнушительные. И то, что касается безрецидивной выживаемости и общей выживаемости, как видите, тоже медиана безрецидивной выживаемости меньше 3 месяцев и медиана общей выживаемости чуть больше года. И поэтому на сегодняшний день, конечно, идут поиски возможных путей лечения данных пациентов. И, возможно, мы увидим еще и другие исследования. Еще, что интересно, сейчас публикуются данные о введении внутриопухолевое, интертуморальное введение. Вы на нас тоже слышали, есть препарат такой, ТВЕК, это генетически модифицированный вирус простого герпеса первого типа. И вот на сегодняшний день продемонстрированы результаты. Посмотрите, объективный ответ достаточно высок, почти 30%. Причем ведь вводят в один очаг, а регресс происходит в других очагах. То есть заводится иммунный ответ в целом организма. И что интересно, вот обратите внимание, вот на этот слайд хочется обратить внимание, посмотрите, какие изменения происходят в других очагах. Иммунный статус меняется, меняется в других очагах опухолевых, не в тот, который мы вводили. Это о чем говорит? Что мы, то, что вчера комитеты говорили, начиная лечение с одной опухоли, мы потом получаем в конце уже совсем, может быть, другого вида опухоль. И я вчера, поскольку мы об этом говорили, нашла вот этот слайд, сделала скриншот, который был сделан около 10 лет назад. Около 10 лет назад. И касался, он тогда появились первые, ну не первый уже такой бум уже был по поводу индивидуализации лечения, на какие точки мы действуем. Так вот, на какие точки действуем? Смотрите, точек возможных, на которые мы воздействуем, достаточно много. Мы выводим препарат, и в конце мы получаем ответ, мы заводим механизм, может быть, до конца даже не знаем, что мы потом получим. И если, вот опять же, это с тех же времен, это моё вот такое изобретение, видение, опухоль, она гетерогенная, она как вот мозаика, состоит из разных-разных клонов клеток. И под действием лечения происходит элиминация клеток, которые чувствительны к лечению. Остаются клетки, которые агрессивны и более. Опухоль ускользает от ответа, она совсем другая. То есть это говорит о чём? Что нам каждый раз нужно думать, и может быть даже, и не только, мы говорили вчера об этом, периодически делать биопсию, конечно, это инвазивный метод лечения, но подводить итог, а что мы на сегодняшний день имеем. И таким образом, подводя итоги, уважаемые коллеги, что можно сказать, что произошло, ещё раз повторяю, за последний год. Первое, это в адевантном лечении. Во-первых, это брав ингибиторы. На сегодняшний день мы имеем четырёхлетнюю выживаемость. И возможно, это плата, возможно, часть больных мы вылечиваем. Есть у нас ещё опции неволумаб и пембролизумаб. Следующее, неадевантное лечение высокоэффективно, и возможно, это изменение парадигмы. Метастатическая меланома на сегодняшний день есть четырёхлетняя общая выживаемость пациентов, которые получают комбинированное лечение, и она достаточно высока. Больше 50% больных с метастатической меланомой живут. Что выбирать, когда мы выбираем эпилюмаб с неволумабом? Исследования показали, что дозировка эпилюмаба 1 мг на кг менее токсична по сравнению 3 мг на кг веса. И чекпоинтингбитеры плюс таргетная терапия, какова эффективность? Эффективность выигрыша незначительной, а токсичность значительно выше. У комбинация, к сожалению, она не обладает высокой токсичностью. И интерес представляет еще интотуморальная терапия, перспективность, и, возможно, это будет тоже комбинация, как мы уже тоже видели в клинических исследованиях. Еще могу сказать, что на сегодняшний день идет такое большое число клинических исследований, наверное, которое не происходило за последние годы. Только в комбинации, например, пембролизумаба около 400 исследований происходят при пассивном локализации, чуть меньше у него маба. По поводу иммунотерапии, клеточных технологий, исследований, которые больше тысячи проходят. То есть поиски продолжаются, и, возможно, мы с вами через год будем говорить еще о новых результатах, которые нас тоже будут приятно удивлять. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Анатольевна, за блестящий доклад. У нас осталось буквально несколько минут перед началом мастер-класса. Пожалуйста, вопросы к Светлане Анатольевне. Светлана Анатольевна, вот вы сейчас сказали о перспективах, в том числе и о том моральном введении вакцины ТВЕК. Вот с вашей точки зрения место данной терапии в лечении меланомы? Меланома нередко мы наблюдаем пациентов с метастатическим поражением лимфатических узлов, мягких тканей и вот этими узлами, мягкотканными узлами без отсутствия мистеральных изменений. Поэтому течение этого заболевания, этой формы заболевания достаточно проходит неблагоприятно. поэтому сочетание как раз иммунотерапии как вот системной, если можно сказать, и плюс местной, локальной, оно может привести к очень хорошим результатам. И мы видим такие результаты. Если говорить не касаясь сюжета ТВЕКа, у нас, в общем-то, есть результаты нашей лаборатории, которые тоже показывают позитивные результаты. Ирина Санна, я думаю, что сегодня об этом говорить будет. Поэтому я думаю, что это будущее. Спасибо большое. Поблагодарим, Светлана Анатольевна. Светлана.